снова перестановка здесь получается шкаф кирилла но этот шкаф будет теперь третьего малыша а кирюльхины вещи будут теперь в этом шкафу все меня местами опять всем привет меня зовут жена и добро пожаловать на мой канал где рассказываю о жизни нашей интернациональной семьи в южной корее вчера у нас наметилась еще одна перестановка связи с покупкой нового шкафа точнее не нового а был который купил на сайте танг это сайт по типу нашего авито муж вчера вечером привез нас домой и сам поехал забирать шкаф на специально арендованной машине и вчера он занимался перестановкой мебели а я сегодня буду разбирать вещи в этих шкафах чтобы освободить один шкаф для третьего нашего малыша который появится совсем скоро до пдр остался ровный месяц здесь что это будет последняя перестановка в нашей квартире что времени уже мало нужно уже готовиться к родам здесь у нас комната наших сыновей на этой кровати они спят а здесь раньше был белый комод сейчас здесь шкаф моего старшего сына я уже повесила несколько вещей его и здесь комод 5 отделениями которые сейчас я буду заполнять его одеждой больше всего одежды нашей семьи мне кажется моего старшего сына и точнее все вещи это те вещи которые поместились комод и есть целых два пакета вещей которые никуда не помещались и где что не все поместится в этот шкаф и при том что я недавно разбирала его гардероб и целую коробку вещей я уже выбросила те вещи которые непригодны к носке который нельзя будет передать плачем сыновьям вот то что осталось и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Далее это... Здесь у нас джинсы, шортики и также футболки с длинненькой. Есть теплые вещи, которые он до осени носить не будет. Ну а здесь вещь, которые висят на вешалках. Планирую докупить вешалки и чтобы на каждой вешалке было по одной вещичке. Здесь его рюкзаки, новые пижамки, которые он еще не носил, но они теплые, поэтому я их еще не распаковывала. И несколько там игрушек, кепка лежит. В общем, здесь порядок я навела. И теперь мы перейдем в комнату, где будут храниться вещи третьего малыша. Муж здесь установил комод. Конечно, с появлением комода комнаты стало казаться меньше. Здесь у меня такие вот отделения для хранения вещей. Комод и эти отделения я покупала в Икеа. Также эти ящички для хранения у меня здесь есть в первом отделении. Они чуть поменьше размером. Сейчас я вам покажу, что здесь находится. Здесь всякие штучки для малыша. Лосьон. Еще один лосьон. Крем. Также снизу у меня детское мыло. Дальше. Это все от Mother Gear. Далее. Это лосьон Юля. Новый. Здесь нам давали пробники. За то, что мы купили лосьон. Здесь у меня вкладыши для нижнего билета для кормления. Чтобы молоко не протекало. Здесь у меня одна соска есть. Одна соска хранится в стерилизаторе. Это у меня накладка на грудь. От Миделла. Для того, чтобы не было трещин во время кормления. Это все у меня осталось от Эля. Я ничего дополнительно не покупала. Здесь вот такой вот получается. Можно мыть голову и тело малыша пенка. Мини-версия. Удобно брать с собой в поездке. Далее. Здесь у меня хранится... Вот так я уже не помню, что. Это от Эля осталось. Тоже, когда мы упаковали. Здесь набор для того, чтобы чистить ушки. Вот эта вот штучка. Для того, чтобы чистить носик. Правда, нужны новые батарейки. Не работает пока что. Здесь у меня всякие штучки для того, чтобы использовать с присыпкой. Хотя присыпки нет, но у меня вот эти вот штучки остались. Присыпку нужно заказать. Детская расческа. Детские ушные палочки. Опять вот эти вот штучки. И здесь у меня хранятся... Вы можете посчитать это странным. Здесь у меня волосы или первый волокон, который мы застригли. Но я его до сих пор храню. Я забыла, что он находится здесь. Здесь у меня подушка для кормления. Вот как это называется. Смена чехол для подушки для кормления. Здесь у меня есть буковки для доски. Вы, скорее всего, видели доску или котик. Здесь как раз смены буквы на русском, на английском. Ну, а здесь тоже нужно будет разобрать. Это здесь уже храниться не должно. Здесь вот такие вот штучки. Не помню уже, что это. А, это масло. Его можно нанести на зону за ухом. И такой вот приятный аромат расслабляет очень. Это я получила в подарок от учителя по йоге. Так. Ну, здесь ящики пустые. Здесь как раз будут вот эти ящики для хранения. И здесь будет одежда нашего малыша. Одежду сейчас я поставлю на стирку. Все это буду стирать. Потом буду раскладывать по этим отделениям. Вот что я беру с собой в роддом. Это одноразовые трусы. Я их использовала после прошлых родов. И это просто палочка-выручалочка. Также у меня прокладки, вегенические средства, шампунь, конец, мир, гель для душа, умывалка, зубная паста и там еще и зубная щетка. Мини-версия. Также здесь мои уходовые штучки. Также беру лифчик для кормления нижнего белья. Вкладыши для олевчика, чтобы молоко не протекало, так как я планирую кормить грудью расческа. А еще возьму с собой одежду для себя на выписку и одежду для малыша. И позже это все я положу в чемодан. Детские вещи я постирала, все аккуратно сложила. Здесь у меня также штучки, которые я вам до этого показывала для ухода за малышом. Здесь еще пеленки. Эта пеленка, кстати, Кирилла, я ее взяла с собой на память. Носочки разные, есть для совсем маленьких малышей, новорожденных, есть для деток постарше. Такие носочки Элька носила в полгодика. Царапки, шапочки. Еще вам нужно будет заказать подгузники. Это будет позже. Здесь у меня одежда, всякие вот эти слепики на молнии. Вместо пеленки можно использовать бодики разные. Все это постирано. Вот здесь вот одежда идет уже для малышей постарше от 2-4 месяцев до 9. Эту одежду я стирать буду позже. Это все так же в бирочках. Пока на первое время постирала только одежду от 0 до 2 месяцев. Вроде ничего суперсложного я не делала, но я очень устала. Вообще сложно что-либо делать на 9 месяце беременности. Даже просто ходить. Хожу я как утка. И, как говорит мой муж, хожу я как пингвин. Ну, конечно, с таким-то животом ходить сложно. Вот, кстати, малыш пинается. Здесь типа ножка. Он у нас очень активный. Прям дискотеки устраивает в животе. Раньше я переживала, что малыш родится раньше срока, когда у меня схватки на 32 неделе начались, которые меня останавливали. Меня еще тогда положили в больницу на 2 дня. Сейчас я уже не переживаю. 36 недель. Как врач сказал, что после 36 недели можно спокойно рожать и ничем не переживать. А я вот надеюсь, что рожу в ближайшие 2 недели. На сроке 38 недель. Потому что что первую беременность, что вторую беременность я переходила. С Ианом, с Кирушкой я переходила 6 дней. И родила его на сроке 40 недель 6 дней. С Элем я переходила 10 дней. Оба раза мне вызывали роды. Надеюсь, в этот раз все будет естественно. И надеюсь, что в этот раз просто отойдут воды, чтобы я понимала, что вот все, роды начались. Что это не тренировочные схватки. Уже пора в роддом. Потому что тренировочные схватки у меня сейчас буквально каждый день. Я ложусь в кровать, и у меня начинает тянуть живот. Боли как при начале женских дней. Но нет определенного промежутка. Они такие. Получается. Поболит, перестанет. Потом снова поболит, перестанет. Или постоянно болит. Когда постоянно болит, я понимаю, что это не схватки настоящие. Просто стоит полежать, отдохнуть. И они сами проходят. Вещи для роддома у меня уже на всякий случай готовы. В чемодан я их положу позже. Чемодан сейчас стоит на веранде и ждет своего часа. И вообще классно, что в Корее можно брать свои вещи в роддом в чемодане. Потому что в России, когда я рожала Кирилла, вот эти вот прозрачные сумки, ты с огромным животом, с этими тяжелыми сумками тащишь их. Еще кучу вещей нужно с собой брать. В Корее, как вы увидели, вещей я возьму мало. Нужно будет еще выбрать, что я одену на выписку, что малыш оденет на выписку. В Корее нет таких выписок, как у нас в России. И вот приходит фотограф, видеограф, родственники, друзья, все встречают маму с малышом, поздравляют. Нет, когда я родила Эля, я выписалась. Муж за мной приехал со своей старшей сестрой. У нас тогда не было своей собственной машины. Забрали нас. И мы поехали прямиком на работу мамину. Показали малыша, посидели, пообедали вместе. И потом поехали домой. В этот раз меня тоже муж просто заберет с ребеночком. Мы поедем домой сразу. Эх. Поскорее бы я прям жду и не дожду встречи с малышом. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Надеюсь, вам было интересно. Если вы не подписаны, то обязательно подписывайтесь. Впереди вас ждет еще много видео про нашу жизнь в Южной Корее. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok